Всем привет! С вами 17-й выпуск ежемесячного дайджеста новостей мира файтингов, Fighting News. Как и было сказано ранее, май вышел небогатым на новости, но один анонс изменил всё, взбудорожил сообщество и буквально сделал этот месяц. Но начнём мы с печальных новостей. 13 мая форумы сайта fighting.ru были законсервированы и переведены в режим только для чтения. Больше нет возможности делать новые посты, редактировать старые, другими способами создавать и редактировать контент. При этом весь контент остаётся доступен для чтения. В таком состоянии форумы будут поддерживаться минимум один год. О причинах, следствиях и дальнейших планах в интервью рассказал создатель Fighting Crew и МФА Био Логин. Посмотреть можно по ссылке в описании. Продолжим главным анонсом месяца, а возможно и года. После долгих дразнилок и вертелок, NetherRealm всё-таки сделали анонс своей следующей игры 18 мая. Слухи оправдались, это действительно Mortal Kombat 1. Сюжет является очередной перезагрузкой вселенной МК. Лю Кан начал писать новую эпоху и вернулся к событиям до первого турнира, но судя по всему задействованы и другие временные периоды. Да и Шан Цуну удалось прорвать, так сказать, пространственно-временной континуум и наделать делов. К сожалению, геймплея нам не показали, его продемонстрируют на Summer Game Fest 8 июня. Но известно, что в игре будет новая боевая система. Будут использованы камео бойцы. Это уникальные персонажи-ассисты, которые помогают во время матчей, расширяя игровые возможности для игроков. Эти персонажи выбираются отдельно от основного ростера бойцов и непосредственно ими играть нельзя. Rollback Netcode, конечно, присутствует. Игра будет стоить 70 долларов за стандартное издание. Предзаказ доступен уже сейчас. За предзаказ вы получите Шан Цуна в качестве игрового персонажа и доступ к бете, которая пройдет в августе. Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября этого года в Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch. Да, она выйдет на Switch, но не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Кстати, премиальное издание даст не только Комбат Пак, но и ранний доступ к игре. Купившие премиум смогут сыграть уже 14 сентября. 6 мая инди-студия Bestogames Steam выпустила в Steam бесплатный фанатский файтинг Idol Shoutdown, в котором витуберши из Hollow Life дерутся друг с другом с помощью рукопашных атак, бензопил и магии. Файтинг разрабатывался в течение двух лет. В игре доступно 8 персонажей, еще трое будут добавлены позже и тоже бесплатно. Реализован Rollback Netcode. 23 мая стала доступна для скачивания версия Real Bout Fatal Fury 2 на платформах iOS и Android в качестве мобильной игры. 16 мая в The King of Fighters 15 стал доступен для покупки третий DLC персонаж второго сезона Сильви Пола Пола. Также для нее был представлен альтернативный костюм из King of Fighters 14, а в DJ Station добавлены новые треки. Изначально девушка, обожающая аксессуары в виде глазных яблок и владеющая электромагнитными способностями, должна была выйти летом, но СНК решили выпустить ее раньше. Пытаясь разгадать загадку с Атомой Рагой, Сильви нашла Кукри, но тот не захотел ей помогать и велел держаться подальше от этого дела. Но Сильви нашла способ заставить Кукри с ней говорить. В этом ей помогла Шерми, давшая билет на участие в турнире. 25 мая в Guilty Gear Strive стал доступен последний, четвертый DLC персонаж второго сезона Aska R, он же Z-Man, он же Gear Maker. Персонаж, долгое время считавшийся главным антагонистом серии, и при этом никогда не был играбельным в основных частях Guilty Gear. Важнейший герой этой вселенной, разработчик проекта Gear, фактически сделал Solo Bad Guy таким, каким он предстал в серии. За Aska так или иначе охотились почти все персонажи Guilty Gear, причины разные от мести до его знаний. При этом цели самого Z-Man никто не знает, играет ключевую роль как в сюжете Guilty Gear Strive, так и во всей серии в целом. Вместе с Aska была добавлена новая арена Tiernanog, в честь 25-летия серии Guilty Gear также были добавлены новые паки цветов для всех персонажей. Разработчики сообщили, что уже ведут работу над третьим сезоном. На финалах Combo Breaker 2023 по инди-файтингу Them's Fighting Hearts был анонсирован третий DLC персонаж первого сезона, Тапир Нидра, явно владеющая какой-то магией, связанной со сновидениями. Она выйдет летом этого года вместе с новой ареной. 13 мая Бандай Намка представили 14-го персонажа Tekken 8. Им стал корейский боец Тэквондо Хворан. А 28 мая во время Combo Breaker уже был слит трейлер 15-го персонажа Брайана Фьюри. Харад отреагировал на утечку гневом в Твиттере, но затем удалил пост и уже непосредственно на Combo Breaker отнесся к ситуации с юмором, по крайней мере на публике. Там же Харадо сообщил, что они закончили с альфа-тестированием и на будущих ивентах альфы уже не будет. Компания переходит к следующему этапу разработки. Есть утечка, что это будет закрытый бета-тест. Ждем официальных подробностей. 12-го мая Arc System Works отпраздновали свое 35-летие. Обошлось без анонсов и релизов, но они сообщили детали Arc World Tour 2023. В отличие от прошлого года, он будет включать лишь одну дисциплину – Guilty Gear Strive. Увы, надежды, что возьмут DNF Duel и GBVS Rising не оправдались. Призовой фонд также 100 тысяч долларов. Тур будет включать 12 квалификационных турниров. Победители каждого турнира проходят финалы. Вместе с ними квалифицируются трое лучших игроков рейтинга, не взявших прямую путевку, а также один победитель Last Chance Qualifier. Всего 16 финалистов. Квалификации стартуют 9 июня. Финалы намечены на весну 24-го. Были опубликованы первые детали Capcom Pro Tour 2023. Напомню, призовой фонд всего тура превышает 2 миллиона долларов. Победитель Pro Tour забирает из них миллион долларов. Участникам разрешается использовать тип управления Modern. В финалы Capcom Cup проходят 48 участников. Всего будет 4 вида квалификационных турниров. Онлайн-премьеры в 18 регионах. Победитель каждого из них получает прямую путевку. 3 офлайн-премьера. Победитель каждого также получает путевку в финалы. Пока известен только один премьер-ивент. Это EVO 2023. World Warrior ивенты. В каждом регионе будет проведено по 5 региональных турниров, где игроки будут зарабатывать очки рейтинга. Затем в каждом регионе лучшие 8 игроков рейтинга определят победителей в финальном турнире каждого региона. Они получат квалификацию на Capcom Cup. Ну и последняя квалификация достанется победителю Last Chance Qualifier, который пройдет за день до Capcom Cup. Также в этом году вернется Street Fighter League с теми же регионами Япония, США и Европа. 6 мая в Ла-Пасе, Боливия, прошел Punishment 2. Мастер-ивент в рамках Tekken World Tour 2023. Победителем вышел Серджи Мастер, игрок за Казую из Перу. Второе место Абель Дель Маэстро за Элайзу, также из Перу. Третье место бразильский игрок за Мастер Рейвен Лео Хавьес. С 26 по 28 мая в Чикаго прошел один из трех крупнейших американских турниров по файтингам Combo Breaker 2023. Tekken 7 проходил как мастер-ивент в рамках Tekken World Tour 2023. Победителем вышел пакистанский игрок за Кунимицу Арслан Эш. Второе место его извечный оппонент, корейский игрок за Фэнга Ни. Третье место занял Бук, тайландский игрок за Джина. Победителем в Guilty Gear Strive стал Tempest Ник, американский игрок за Лео Вайтфанга. Также прошел последний крупный турнир по Street Fighter V. Победителем вышел американец Just a Kid за Джури. А теперь о наших турнирах. 7 мая прошел второй турнир по Tekken в рамках J.K.L. Online Tour. Победителем вышел Infection, игрок за Кинга. Второе место HQI за Кунимицу. Третье место Zero Tool за Аску. 20 мая прошел четвертый турнир по Солкальбор 6 в рамках J.K.L. Online Tour с призовым фондом 11 тысяч рублей. Победителем третий раз подряд стал Monkey King, игрок за Хильду. Второе место Лев за Сетску. Третье место Фантазм за Сон Мину. 27 мая прошел первый за долгое время открытый турнир по Mortal Kombat 11. Победителем стал Китана Кан, игрок за Сетрион. Второе место занял Рест за Фуджино. Третье, самый хайповый игрок турнира Лимиртос за Котал Кана. 28 мая прошел турнир по Killer Instinct. Победителем стал в невероятно близкой борьбе Арманелло, показавший потрясающую игру за Агоноса. Второе место Сикьюэль за Майю. Третье место Айдроид за Синдера. Таким был Май, ставший благодаря анонсу Mortal Kombat 1 одним из ключевых месяцев, разбавивших затишье перед настоящей бурей. В июне нас ждет несколько конференций, включая Summer Game Fest и, конечно же, ключевой релиз года, важный среди файтингов Street Fighter 6, который уже удостоился очень высоких оценок. Ждать осталось, друзья, совсем недолго. А я на этом прощаюсь, с вами был Дженикус, пока!